Добро пожаловать на подкаст «Неопределяемая красота». Пространство со мной, Андрея Белуза, и с специальными гостями, моими друзьями, чтобы исследовать, чем бы могла быть красота, чем мы считаем, она еще не является. Привет всем и добро пожаловать на подкаст «Неопределяемая красота» с невероятным гостем Энтони Матис. Привет, Андрея. Рад тебя видеть здесь. Если бы я мог задать тебе вопрос, как бы ты определил красоту? Что красота для тебя? Ты знаешь, так много разных вещей. Две вещи всплывают в один момент. Когда люди заботятся о том, когда люди являются собой, когда люди используют все подарки, возможности, которые у них есть, и они на самом деле, они в энергии этого. И неважно, какую форму это иметь. Это не должно быть, как ты создаешь бакзиллион долларов. Это как ты являешься любовью к тому, что ты являешься чем, что ты делаешь. И я считаю, что это красота. И если мы говорим о теле, это не имеет значения форма, размер. Мне кажется, что как то, как тела двигаются в пространстве, и особенно даже животные, мне нравится, как они двигаются, как они передвигаются. Мне нравится это исследовать и наблюдать за этим. И природа. Я думаю о красоте природы, о той красоте природы, которой они являются. Дрова, цветы, деревья, небо, сама наша планета, океаны и даже камни, горы. Я тоже нахожу их красивыми. И этого так много. Этого так много. Да, так много. И ты такой маг с телами, когда ты начал говорить про тела. И когда я вижу что-то похожее на то, что ты говоришь, я вижу кого-то другого. И я осознан о суждениях, которые создают уродство. И Гарри сказал что-то очень невероятное, когда мы с ним разговаривали. Он сказал, красота это везде в пространстве, везде во вселенной. А уродство создаётся. И это такое вау. И в этот момент я такой, когда я вижу кого-то, я вижу именно так, как ты сказал, просто красоту. И я осознан о том, какие суждения и уродство заложено туда. Я получал наступная сессия от тебя. И я видел так много расширения моего моего бытия и моего тела с твоими сессиями. Которые, можно сказать, что это больше о трансформации. Большей красоты с тем, что ты делаешь. С твоим контактом с телами. И вот в этой части. Да, это прекрасный вопрос. Это возможно время в моей жизни, где какие бы суждения ни были на меня, а растворились. И есть то, что есть кое-что, когда ты делаешь эти энергетические сессии, симфония возможностей, ESB и всё такое. И энергетические сессии, синтез бытия, которые делаются доктором Дэйном Хиром со создателем Access Consciousness. Это процесс работы. Это не только работа с телом. Мы работаем с бытием человека, с сущностью. И то, что мы учимся на... То, что мы учимся на Access Consciousness, это жить в вопросе. И когда я делаю сессии, я напрямую спрашиваю энергетические напрямую у Вселенной, но не у человека. Какая энергия, пространство, мои возможности, выбором? Могу быть я, чтобы фасилитировать? Не важно, что этот человек запрашивает. Когда я спрашиваю вопросы, это всегда вопросы сами в себе, которые направляют. И они направляют меня в пространство, в котором я действительно в теле вовлечён, и с молекулами Вселенной, и телом, и сущностью, и Вселенной, и во всём этом. И это как такой красивый танец. И это такое красивое пространство, чтобы быть в этом пространстве, где нет суждений. И я осознан на многих суждениях. И я понимаю, что очень многое может подниматься у человека, с которым я работаю, потому что для меня это прекрасное пространство возможностей, где можно повеселиться. И я стою наружу осознанным о том, что происходит, о том, как они это делают, и делаю какие-то вербальные фасилитации, чтобы выходить за пределы того, за пределы этого, чтобы он мог получить свою красоту, больше энергетический уровень. Так застраивали в красоте, которую мы видим снаружи. И я знаю, я так ненавижу, типа, о, красота, это не то, что снаружи, это только внутри. Я такой, да, я знаю, но когда мы взаимодействуем с кем-то, например, супермодели, видите, как этот маленький человечек в «Властелине колец», там точно нет никаких суждений. Это только общество делает это всё таким важным и значимым. Но у меня нет этого. Когда я делаю сессии, у меня нет таких суждений. Я просто хочу повеселиться. Я забываю обо всех вот этих вещах. Я забываю о нашем обществе и всех этих вещах. И я всё, что это релевантным и значимым. И это также о использовании инструментов и давать им доступ, доступ к ним самим. О, Господи, это ты затронул такие точки, которые я, на самом деле, в последние нескольких месяцев я начал осознавать всё больше и больше, где я не был с собой. И это веселье, которое ты приносишь в сессии, когда это было с тобой и где я делала Саманда. Я не знаю, помню, что это или нет, но это было невероятно. И это расширяюще, просто невероятно. Я имею в виду. И это то, где я был с собой, где мы являемся с собой вместо того, чтобы быть. Не всё это суждение. Там нет суждений, там нет ограничений. Это просто игра и создание и включение всего и всех. И возможности. Да, возможности. Да, потому что возможности становятся важнейшими, особенно когда мы подпираем с собой стену, вместо того, чтобы в тех сферах, как деньги, отношения, заболевания, всё что угодно. И мы как бы сражаемся против стены, вместо того, чтобы спросить, что ещё возможно. И я даю им как надежду, потому что у многих людей этого нет. Да, да, именно так. И особенно сейчас, когда мы записываем это, это на протяжении каникулы. И много всего происходит, и много всего происходит на планете в целом. И я имею в виду, это связано с телами. Также для меня то, что я вижу, как, даже если я думаю, что я являюсь собой, я счастлив и всё такое. Если я посмотрю в зеркало, и я смотрю на свои постеры, например, я вижу, где я на самом деле являюсь собой, а где нет. Потому что я осознаю, что иногда я как бы в делах, и я такой больше скрюченный, чем такой. Идём вперёд. И это так забавно, как тело меняет свою форму. Я заметил это на фотографиях. Когда я делаю фотографии после фасилитации, тело начинает меняться на самом деле. И там нет суждений, которые можно добавить. И ты видел, когда я делал тебе сессии? Потому что я это видел, когда я делал тебе сессии. Да, когда ты делал фотографии мне тоже. Если говорить о твоих сессиях как фотографа, это как... Я ненавижу спосировать. Я знаю, что мне нужно позировать. И это такая фотография для моего бизнеса. И это как... Я не могу убрать вот эту вот силу, давление, что мне нужно позировать. Я могу смеяться, пить и общаться с друзьями. Но это не было, как я делал это для бизнеса, для какого-то цели. И ты как бы убрал оттуда давление. И я просто работал с суждениями, которые поднимаются до этого человека прямо перед лицом. И потом они испаряются при помощи взаимодействия с камерой. И я благодарен за это. Я на самом деле не делал ничего. Все, что ты делал, это твоя работа. Все, что ты говорила, все, что ты делал, это была твоя работа. И я такой просто... У меня нет просто точек зрения и отсуждения. И это приглашение тебе быть собой. То, что кто к чему я предлагает. Да, спасибо большое. Я делал фотографии с другими людьми. И я выглядел как будто живой мертвец, фрик. Да, это же все-таки как танец между двумя людьми, которые создают больше. И когда у меня была сессия с тобой, работая с инструментами Аксесс, это такие просто прагматические инструменты. И это другое пространство, когда я делаю это как энергетические сессии с Аксесс. И знаете, иногда многие сессии могут быть просто... Ты пытаешься сломать стены, барьеры, которые человек возвел 30-40-50 лет, потому что было много абьюза, может быть, я не знаю, американские горки в жизни, финансовые проблемы, разводы. И это защита, защитный щит, о котором мы говорим. И все это, когда мы делаем сессию, это просто что-то нерелевантное, что защищает нас. И мы можем дать больше доступа к этому, и можем осознать, что неважно, что они решили сделать таким камнем, твердым. И это возможно быть в новых будущем. Это может быть более изменчиво, более открыто. И здесь очень много веселья, с которым мы можем поиграть в процессе сессии. И обычно кто-то может встать и быть суперблагодарным, потому что у него появилось такое чувство надежды о его будущем. И мне кажется, первая моя сессия была в Коста-Рике. Да, это было там, это было в течение семи дней с Гэри Дагласом и Дэйнухиром. И это было изменением жизни для меня. Это было не обязательно шло через... У меня была вероятная жизнь до этого, и я был суперсчастлив. И я просто собрал все эти перспективы и пространства вместе. И это именно вещь, нет суждений и приглашения к большему в этом. И если бы мы могли поговорить больше о других сферах твоей жизни, которые могут подниматься, где мы на самом деле используем суждения, чтобы каким-то образом скрывать красоту или ввести ее в тень. Мне кажется, я проводил большинство своей жизни в этом, если бы быть честным с тобой. Я был вовлечен в Access Conscience 11 лет назад. И я бы сказал, 6 лет... 8 лет как фасилитатор. И пока использованные инструменты, я на постоянной основе. Я стал судить себя меньше, что я был слишком маленький, слишком много веснушек. Я был даже не в среднем академическом классе, когда я рос. Я был в восстановительном корректирующем классе. И в соответствии с системой обучения, я был под даже, что считается средним интеллектуальным уровнем для человека. И я чувствовала себя тупым в большинстве своей жизни. И я ненавидела это очень сильно. И если бы я вытащил себя из этого, люди бы такие, я что, исцелился? В школе, в которой я был. И там также еще был какой-то конфликт, что-то было внутри меня. Мне действительно требуется исцеляться? Или просто институт школы просто мне не подходит? У него нет инструмента, чтобы у меня расширился? И так на самом деле и есть. Я не тупой. Я пошел в университет и получил степень доктора хиропрастики. И я прошел очень-очень долгий путь, чтобы доказать, что я не тупой. И все академические курсы, которые я выбирал, я их выбирал, чтобы доказать, что я не тупой. И я провел большинство своей жизни так же скрываясь. Я такой, если я действительно вытащу себя отсюда и буду как лидер, у меня нет никаких полномочий. Нулевые основываются на этой реальности. И я скрывал, я выстраивал стену от этого. Я скрывался. Я никогда не разговаривал со своей группой. Я всегда боялся, что кто-то задает мне вопрос, на который я не смогу ответить, и что я недостаточно умен, чтобы знать это. Или они спросили мне вопрос на английском, на моем собственном языке. И я не знаю, что это значит. Господи, мне нужно посмотреть словарь. И я всегда такой... Я имел эти страхи, что я недостаточно умен, или знание, то есть, что я ниже, чем средний уровень в английском. Поэтому я скрывался. И даже у меня была мама, которая говорила, просто делай работу с преимуществами или работу копировать, вставить. И я такой... Я знал, что я хочу помогать людям. И, может быть, я был не очень в школе. И, может быть, обратиться к наставникам, которые мне нужны. Я бы хотел, чтобы это было, когда я был ребенком. И вы знаете, что я имею в виду. Мы не можем туда вернуться, но неважно. Я ненавидел очень сильно из-за этого, потому что никто не смотрел на меня и говорил, да, вперед, иди, ты сможешь изменить этот мир. У меня были невероятные наставники. Мое ощущение моего пути. Я также был искателем. Я изучал очень много духовных вещей. И в течение своего пути мне нужны были наставники, которые вкладывали бы что-то в меня, чтобы я видел это в себе. И инструменты, которые они использовали, были недостаточно сильны, чтобы вытащить меня, где я был заперт. И это как раз-таки самый главный инструмент Аксесс, который открывает гораздо глубже и дальше, чтобы ты начал получать себя. Да, и это очень красиво. Спасибо, что поделился этим. И для меня это также невероятно, потому что тебя не привозят к выводам, тебя не ограничивают. И все определения для меня — это ограничения. И да, это то, что мы получили все, кроме Аксесс. Это все есть, кроме Аксесс. И быть в вопросе, жить в вопросе. Это не самый легкий путь, чтобы жить. Это не тренировка. Тебе требуется года, чтобы в этом развиваться. И я постоянно, каждый год такой, задай вопрос, задай вопрос, будь в вопросе. И в то же время для меня, как ты знаешь, мы идем через верх и вниз, и снова это такая мускула, которую требуют тренировать постоянно. И каждый раз, когда ты идешь... То, что я получил с моим опытом... Когда ты идешь через эту долину и идешь наверх, и я такой, вау, это дно было необходимо. И я иду еще и еще туда. И я благодарен за это, за все это. И это возвращает меня к использованию инструментов все больше и больше и чаще. И задавать вопросы все больше и чаще. Чтобы на самом деле вернуться к моменту, где мы идем в осуждение, где мы создаем дерьмо в своей жизни. И все, когда мы туда возвращаемся. И вместо того, чтобы задать вопрос себе, что правда, правильно в этом, что я не признаю, еще один, который я люблю, что забавно в этом, над чем я не смеюсь. Мне нравится этот. Это вводит меня иногда. Это так выводит. Я начинаю там подбешиваться. Я не слышал об этом никогда. Попробуй, попробуй. Это очень официально. Это будет выводить тебя. Я использую это на классе так же, чтобы никто не смеялся на моих тупыми супками. Да, используя это. Да, да. И я очень благодарен за этот разговор и уязвимости, что на самом деле является вкладом для тех, кто будет смотреть это и получит эту энергию. И это так же вклад для меня. Это точно. Спасибо. Я надеюсь, потому что это так и есть. Это такая забавная вещь, которую я бы хотела, чтобы люди осознали, что иногда, когда мы идем сквозь жизнь, когда мы растем и все такое, единственная жизнь, о которой нас заботят, это как мы будем представлены в семье и других институтах общества. И на самом деле так много больше, чем есть, как мы решили. У меня форма и структуры, что является. С той коробочкой, в которой мы себя упаковали, это неправда. Я думаю, что я всегда знал это. Я не нашел поле, где я могу в это играть, где я могу расширяться, использовать и исследовать себя. И я видел, что... Я делал несколько вещей и разницу между разными сессиями, и я видел это путешествие. И я вижу почти все всех наших друзей, которые в Аксесс, и как люди выбирают исследования, изменения и выбирают вопросы, чем ответы. И это так невероятно, как мы продолжаем изменяться все это чертово время. Да, действительно. Абсолютно. Да. Энтони, я бы хотел тебя очень сильно поблагодарить за это. Если есть что-то, что бы я хотел добавить. Ну что, ты знаешь, это как... Я верю, что когда мы создаем свою жизнь, для меня жизнь является прекрасным, красивейшим пространством, прекрасной жизнью. Это больше чем... Не больше как действие, это как бытие. Когда мы способны быть теми, кем мы являемся, для меня это действительно красота жизни. Это не то, о чем мы выглядим снаружи. Это ценность или валидация. Это просто быть теми, кто мы есть во всех сферах своей жизни. И это подарок, и это красота. Это подарок быть живым и иметь это наслаждение, иметь это прекрасное тело. Да, правдивая история. Спасибо большое-большое за это. Пожалуйста. Вау, какое пространство мы создали с этим разговором. Спасибо, мой друг. Невероятно. Что ж. Невероятный доктор Энтони Матис. Спасибо тебе большое. Увидимся, ребята, в следующем подкасте. Субтитры подогнал «Симон»